Десна ТВ Благотворительная помощь атомным городам от концерна «Росэнергоатом». Под председательством главы Десногорска Андрея Шубина прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Совещание состоялось 2 мая в здании администрации. На 2 мая, по данным регионального Роспотребнадзора, в Десногорске зафиксировано 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В отделениях МСЧ-135 находится 39 человек. «Мы людей выписывали с улучшением, с выздоровлением. Часть пациентов была переведена в Москву, но переводы в Москву уже сократились, поскольку мы достаточно сейчас разгрузились». Тем не менее, по области ситуация всё ещё неблагополучная. 2 мая было зафиксировано 110 новых случаев заболевания COVID-19. Самый высокий суточный показатель за последнее время. С учётом таких негативных условий предлагается пересмотреть превентивные меры в Десногорске. Например, въезд в город по пропускам, выданным централизованно. «Может быть, нам подумать и вести свои пропуска на территории муниципалитета?» «Мы уже думали об этом. Это было бы вообще, если выдавала или администрация, или какая-то одна организация, или атомная станция, может, какие-то штампики ставила свои». Изменились и условия уборки общественных территорий. В подъездах, где проживают люди с признаками коронавируса, теперь обрабатывают чаще. Эта мера обсуждалась на предыдущем заседании комиссии и теперь стала нормой. «Может быть, проводить также дезинфицирую по всем подъездам. Также доведены все места с отчетами, зарегистрированные в подъездах, квартирах. То есть мы обрабатываем там более усиленно». Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Концерн «Росэнергоатом» выделяет 37 миллионов рублей атомным городам. Средства направят на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Оператором этой программы, инициированной генеральным директором концерна «Росэнергоатом» Алексеем Лихачёвым, выступит фонд АТР АЭС. Непосредственно в Десногорск направят 4 миллиона рублей. Материальную помощь предложено оказать адресно и особенно нуждающимся. В первую очередь маломобильным жителям Десногорска. Это ветераны Великой Отечественной войны, а также особенные дети. «Которые сегодня нуждаются как в финансовых средствах, так и в технических средствах и лекарственных средствах, которые не всегда можно сейчас купить в аптеках». Обучение в школах дистанционно показало, что к такой форме готовы были не все. Для более чем 100 малоимущих семей Десногорска дистанционная учеба задача в первую очередь техническая. «Мы предлагаем с Андреем Николаевичем рассмотреть как один из видов показаний адресной помощи – это приобретение ноутбуков для малоимущих семей, для детей, для наших школьников». Реализация благотворительной программы концерна «Росэнергоатом» предполагает участие местной некоммерческой организации. На ее счет и будет перечислена сумма для скорейшей реализации намеченного плана. «В городе Десногорске этой организацией определена Десногорская городская общественная организация, Смоленская областная общественная организация ветеранов, пенсионеров, военных трудах, вооруженных сил и правоохранительных городов». Отчет о том, что удалось сделать благодаря выделенным деньгам и на что они были потрачены, будет направлен в фонд АТРАЭС. «Это не является каким-то политическим шагом, посвященным чему-то. Это просто подарок людям в очень сложной ситуации». Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ И о погоде. 4 июня в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Температура днем плюс 17, ночью до 8 тепла. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин